Дорогие друзья, с вас на Первом канале. У нас в гостях сегодня Дмитрий Харатьян. Доброе утро, Дима. Доброе утро. Я за своим баклажаном пришёл. Я, да, принёс тебе баклажан. Чё один? Ну как? Как просить? У нас двое, баклажан один. Ну, дело всё в том, что я не предполагал, что мы его будем есть. Я предполагал, что мы его будем готовить. Итак, что мы будем готовить сегодня с любимым артистом современности, Дмитрием Харатьяном, народным артистом России. Мы будем готовить весеннее, у нас будет весеннее меню с тобой, поскольку авитаминоз, не хватает витаминов в организмах. Что мы будем готовить витаминного? Ты знаешь, мы сначала начнём, я думаю, с сачка. Свежевыжатого. Будем готовить свежевыжатый сок. Да, я думаю, что это будет цитрусовый, поскольку витамин С особенно в нём нуждается в нашем организме. При этом его надо пополнять ежедневно. Потому что если вот один день пропустил, и всё, и нету витамина С в организме. Цитрусовый сачок. Цитрусовый сачок. Апельсинчик. Киви. Киви. Лимон? Вот это если это грейпфрут. Похоже, да? Значит, киви... Можно помеллу, можно... Всё можно. Помеллу. Не отказывайте ни в чём. В удовольствии. Можно и помеллу. Весна, друзья! Я думаю, что достаточно двух, скажем, апельсинов, одного грейпфрута и двух киви. Хорошо. Таким образом. Так. Сейчас. Подожди. Немного же тут... Немного же тут сока в этом киви. Ну, всё-таки он есть, понимаешь? Давайте. Вот ещё киви у меня. А я вот предлагаю ещё сделать. Знаете, мне кажется, это внутреннее, весеннее, хорошее такое настроение, когда мужчины на кухне выжимают сок из киви. Да нет, вы слушай, вот что я забыл. А можно выключить? Я забыл сделать одну важную вещь. Вот ты же не зря его принёс. Я имею в виду баклажан. Он же синенький. Синенький. На юге у нас называют это синенькими. Ты знаешь, там, в Ростове, в Одессе. Да, у нас в Ленинграде называют так некоторых людей. Так вот, значит, синенький. Для того, чтобы нам приготовить следующее блюдо, нам его сейчас нужно засолить. Так, каким образом мы это будем делать? Сейчас мы его разрежем. Давай. А дуршлаг есть? Дуршлаг? Дур-шлаг. У вас в Питере как дуршлаг называют? Сито. А вот, кстати, вот это блюдо следующее, которое мы будем готовить, он, конечно, созвучит этому сито. Оно будет сатэ называть. Сатэ. Оно же аджабсандал по-грузински, оно же, значит, рагу из овощей по-русски, а по-питерски я не знаю, как это называется. Вот такой дуршлаг. Подойдёт? Оно же сито. Да. Подойдёт. То есть это и сатэ, и тот самый... Это, ты знаешь, это у нас сейчас кухня народов мира. Дело в том, что у всех это есть практически. Да, но все делают по-разному. Делают чуть-чуть по-разному. Мы будем делать вот по рецепту... Который ты узнал? Я узнал, который у... Знал я, который у... Это весёлые розыгрыши Харатьяна. Розыгрыш – это первый фильм, которым я снялся. Кстати, дорогие. Мы случайно его на нём сейчас вспомнил. Подожди. А, то есть мы нарезаем баклажан и будем засаливать? Да, его надо на четыре части сначала вдоль, а потом поперёк вот такими кубиками. И его в дуршлаг, также и цукини. Ну, кстати, в некоторых кухнях народов, в некоторых миров и странах цукини не употребляется в это блюдо. Но мы его употребим, потому что у нас есть цукини. Я думаю, что чем больше овощей, тем крепче здоровье наше будет. Кабачки, цукини. Сколько нам нужно? Один. Ты же целиком его, да? Целиком, да. Вот так. И так же, как ты... На четыре, а потом надо... Так же, как ты сейчас это сделал. Так же, как я сделал. Мы это всё нарезаем. Дорогой Дмитрий, а как часто тебе, человеку, чей график расписан на многие годы вперёд, удаётся вот так вот в удовольствие приготовить что-нибудь, порадовать жену? Ты знаешь, никогда. Меня этим занимается жена. И если ты вот про у, так это, конечно, я у жены узнал это блюдо и приготовление этого блюда. Хотя, в общем-то, я его и до того, как познакомился с женой тоже... Скажи, мы ещё один цукини делаем или нет? Наверное, хватит. То есть один кабачок, баклажан... Да, один цукини. Это единственное, что мы будем засоливать? Да, это надо просто засолить минут на 15-20, чтобы отошла горечь. Каким образом? Крупная соль. Есть крупная соль? Конечно. Поехали. И что, просто вот так вот? Просто так засыпать. Вот так? Да, вот прям вот так вот и всё. И не бойся этого никогда. Вот же в чём соль-то нашего дела. В том, чтобы это крупно засолить. Если я был девушкой, я бы подумал, что ты влюбился в меня. Вот это отставить, что ли? Отставить. Отставить? С шутком я хочу сказать. Отставить. Что это я, так сказать, с утра? Минут 15-20 застекаем, да? Да. Переходим. Так, что же нам... Давай остальное. Подожди. Сейчас, смотри. Есть немножко сока там? Ну, мало. Ну, так, да. Ну, дай-ка, может быть, мы чем-то это... Есть у меня тут одно приспособление, Дим. Весенний инструмент. Оранжевый скребок. Да. Свет весенний. Свет весенний. Вот, смотри. И здесь тоже свет очень весенний. Мы попробуем оранжевым скребком. У нас сок весенний. Всё это вот так вот прямо вот туда. Вот всё, чтобы уже всё, что было связано с соком, чтобы ничего здесь не осталось. Остался только жмых. Знаменитый жмых киви. Ну да. Продолжаем уже с цитрусовыми. Здесь можно скорость... Прибавить. Смотри, как бы тебя туда не замотало. Давай-давай. Давай-давай. Сок из хротиана. Не-не-не-не, Дима, 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 Дима. Спокойно. Это разминка такая утренняя. Вообще с этого надо начинать утро всегда. Со светового сока, если у вас есть такая возможность. У нас такая возможность. А ты каждое утро бьёшь, Дима? Я каждое. Серьёзно? Дома делаешь? Да-да. Нет, серьёзно, без шуток. Вот это секрет долголетия. Дима, действительно, каждое утро бьёшься. Действительно, серьёзно, без шуток. Поплодируйте, пожалуйста, Бедри Ферротиану, который я могу сказать по причинам, по которым я вообще не пью. Почему? Что такое всё с тобой? Я ненавижу мыть соковыжималку. Я думаю, что меня поймут многие телезрители. Ты разве один живёшь? Ты знаешь, дело в том, что я... У тебя нет посудомоечной машины? Я думаю, только посудомоечной жены. Я, кстати, тоже руками мою сам. Каждое божье утро. Дорогие друзья, я спешу поздравить всех нас. Спешу поздравить вас. С тем, что... Куда? Подожди. Сейчас здесь... Спешу поздравить вас. У вас сегодня... Прежде чем мы начнём готовить основное блюдо, мы, друзья... Аперитивчик. Ой-ой-ой. Витаминный аперитивчик. Чего смешного-то я сказал? Нет, ничего смешного. Я смотрю, вкусное на вид. Нет, оно на вид не очень, да. Но зато... Очень вкусное и галополезное. Ну, Иван... Ну что, друзья? Здорово. В общем, друзья, цвет этого напитка и его вкус... А ты можешь... Полярный. ...закусить редиской, красиво будет сочетание. Не надо мне вкладывать в рот редис. Нас редисом не заткнёшь. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. С праздником. Будьте здоровы. Ну как, ничего же, правда же, скажи, согласись. Выпейте, Дмитрий. О! Аблокислендер! Хорошо пошло. Вообще раз... Дим, абсолютно правильно ты делаешь сейчас. Друзья, помните, хорошая зарядка, когда вы пьёте с залпов стакан хорошего свежего сока, а потом пытаетесь разбить о пол пластмассовый стакан. Вот вы теперь все и узнаете, что это были пластмассовые стаканы, а выглядят как стеклянные. Знаешь, нет у тебя монетки, очень хороший фокус. Вот, пожалуйста, монетка у нас у оператора, вот, заплату получил. Подожди, мне же кинуть. Но это потом... Кинули тебе, а я среагирую. Вот у меня есть такая фокус. Хотите, я сейчас откушу стакан. Хочешь, я сейчас покажу тебе, как я кусаю? Я готов положить всё на алтарь этого фокуса. Откуси стакан. Всё. Класс. Фокус удался. Хорошего. Монету оставьте себе за хороший фокус, Дмитрий. А, да, спасибо большое. Ага, и так, друзья, я настаиваю на том, чтобы мы сейчас продолжили делать что? Давай, будем продолжать. Значит, мы... А нам не надо ли ставить какую-то там воду или что-то, или кастрюлю, или как-то? Вот сюда будем все сбрасывать. Да, друзья, если у вас есть кастрюля, мы будем делать в кастрюле, и вы присадитесь к нам. Итак, что мы туда будем складывать? Вот всё, что вы здесь видите, кроме редиса и вот этого, потому что тоже отработанный материал. Значит, перчик тебе. Так, дальше, что мы берём? Перчик и... Перчик, помидоры, оттуда потом баклажаны с суппини. Прямо складываем в кастрюлю? Вот прямо вот так? Ну, не прямо, ты же надо же... Нет, понятно. На четыре, и потом так вот... Вот так же всё делаем, да? Да, вот так же, как и с баклажаном, то же самое так же мы делаем. И всё, и фирм. Дим, что прямо туда? Всё, ничего, вот прямо туда кладу, да? Вот это. Или это надо как-то что-то масло разогреть? Нет. Ты знаешь, тут всё дело, что слоями нужно это делать. Давай, делай слоями. Вот в чём фишка. Первый слой какой-то, на дне. Первый слой как раз вот тот, который у нас засаливается. Ну, давай, хорошо. Дим, я на секунду тебя оставлю за нарезанием перца. Ты можешь не останавливаться. Могу не останавливаться. Да, просто у нас вот... У меня ощущение, что настоящая весна у нас на кухне. Во-первых, ты пришёл. Спасибо. Во-вторых, и в-третьих, овощи нам принесли разноцветные. А когда разноцветные овощи, и жизнь становится разноцветной. Я радуюсь. Дорогие друзья, смотрите нас сразу же после рекламы, и вы узнаете, какую популярную рок-группу за глаза критики называли разноцветные овощи. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда ела я бри и дорблю? Дорогие друзья, СМАК на Первом канале, цитаты из русской народной песни. И Дмитрий Харатьян сегодня у нас в гостях. И, миссис Дмитрий, мы готовим не только заряд свежевышленного сока, который мы уже выпили. Скажи честно, ты сам сочиняешь это всё? Это импровизация? Я был уверен, товарищ телезритель, клянусь, я был уверен, что он читает по монитору. Тут никакого монитора нету. Он просто смотрит и вот так вот фонтанирует эти вот. Или только весной с тобой так происходит? В основном это происходит только исключительно весной, но иногда и осенью, Дмитрий. Чаще всего, конечно, это происходит, когда аппетит разыгрался. А, как говорится, ещё не всё готово в сотейнике нашем. Ну, будем продолжать так. Не засолились ли наши баклажаны? Уже засолились наверняка. Знаменитая фраза, не вошедший фильм Гардемарины. Хорошо бы это промыть бы. Питьевой водой промоем-ка мы их лучше. Значит, вот что мы будем делать. Дмитрий, вы держите дуршлаг с кабачками и баклажанами, а я в ключевой позиции. Вот, вот. Вода должна была быть тёмненькая. Ну, собственно, она и есть. Тёмненькая, тёмненькая идёт. Здесь тоже. Потом посолим меньше уже в самой кастрюльке. Ну, вот что, то есть, Дим, подожди, ты настаиваешь на том, что они не будут солёными, а они не будут горькими, да? Главное, что они не будут горькими. Потому что солёными, это не страшно, просто действительно мы меньше соли добавим потом в блюда. Тут знаешь, что важно? Было. Извините, я просто это перепутал. Так. С помидорами, помидоры нужно было, собственно, нужно помидоры, нужно их вот так вот надрезать чуть-чуть. И отбланшировать? Нет, обдать кипятком. Ну, отбланшировать. Или... Что? Ты! Чего вы ругаетесь? Человек, который со шпагой и с французом всё время дрался, я помню. С французом, да. А на, нет, вот это всё. А на, нет! И при этом, при всём, отбланшировать, ты не знаешь. Да, обдать помидоры кипятком. Это значит, вот бланш, я знаю это, бланш, это я знаю. А бланшировать? Бланшировать это... Дать помидору по... Обдавать помидоры кипятком. Чтобы мало не показалось. Отбланшировал помидор я, для того, чтобы потом легче было шкурку снимать. Естественно. Ты знал это? Конечно. Но промолчал, ведь не сказал. Конечно, мы ставим воду пока для помидоров. Просто мы забыли поставить воду, но ничего. Сейчас нам быстро закипит. Вот, и мы поставили воду, видите, для того, чтобы бланшировать помидоры. А, выкладывать? Ну, а можно выкладывать уже вот этот слой первый? Ты знаешь, мы можем выкладывать слой первый, а куда-то мы его будем сейчас выкладывать. Пока сюда. Да. Хорошо. Мы же эту кастрюлю потом будем ставить на... Мы же эту будем, другой же нет у нашей кастрюли. У вас, может быть, нет, а у нас тут целая комната кастрюля. Выкладываем, 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 выкладываем. Выложили. Второй. Или хватит? Нет. 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 Выкладываем. Вот таким вот сверху. Сверху мы выкладываем болгарский перец, правильно? Мы выкладываем... Чего хотим, то и выкладываем. Дмитрий, оставьте. Ах, оставьте, не надо, я спорю. Я себе уже все доказал. Песня была. Знаете, насчет песни. Мы с Иваном прошлой весной исполнили вдвоем дуэтом «Песня про любовь». Да? Да. И имели успех. И имели успех на станции метро Багратионской. Теперь эту песню я исполняю с Ольгой Орловой, чтобы вы знали. Кстати говоря, вот об этом-то мы и хотели поговорить. Вот, наконец-то мы пришли к этой главной теме. Вот скажи. Я убежден, что ты смотрел. Иван, если ты серьезно сейчас, то я два раза уже не участвовал, потому что предлагали. Уже два раза. Я шел к этому моменту 49 лет своей жизни. Буквально с рождения, как только я произошел. Задача шокировать зрителя не входила в наши планы. Клапни. Давай так. Я же не зритель. Забудь про эти странные двузначные числа, которые называешь. Хорошо. Без 36 лет своей жизни. В жизни я шел к этому моменту. Наконец-то прозвучало предложение посниматься в двух звездах. И я наконец-то смог это сделать. Ответил согласие. Не просто ответил, а с радостью. Сказал, наконец-то, господи, наконец-то это свершилось. И меня пригласили исполнить дуэт в две звезды. Чему я несказанно рад моей партнершей стала Ольга Орлова, известная. Экс-блестящая. Блестящая поныне. Никакая она не экс, конечно, потому что она прекрасно выглядит. Замечательная певица. С шикарным голосом. В общем, повезло, так повезло. Что можешь сказать о тех людях, с которыми тебе предстоит сразиться в этом сезоне? Скажу, что очень достойные пары все. Все очень достойные. Кто является основным президентом победы? Иван, это не мне судить. Да? Нет, я к этому вообще никак к соревнованиям отношусь. Пытаюсь, по крайней мере. Хотя адреналин... Вообще, очень полезная штука. Ты знаешь, я думал, что я люблю петь, поэтому выйти и спеть под живой оркестр с профессиональным исполнителем это удовольствие, конечно, радость и какой-то опыт новый, да? Но там другое есть, что для меня гораздо важнее. Я с этими своими уже какими-то статусами, с фильмами, багажом, народностями и так далее... Все народы славы. Так это очень важно. Когда ты выходишь, и тебя начинают оценивать. Ну, это очень полезно. Вот для артистов иногда полезно возвращаться как бы к истокам, да? И ощущать себя... Но если не студентам, то в какой-то ситуации, когда тебя оценивают, когда тебя могут поставить другую оценку. Давайте поаплатируем Дмитрию Харатяну и пожелаем ему удачи. Митя Соли Орловой победит. Я желаю вам победы. Я желаю победы именно вам. Именно нам. Да. Спасибо. А когда в следующий программ придут другую часть, я пожелаю именно им. Спасибо. Это правильно. И это правильно. Спасибо. И спасибо. Дим, запекала вода? Да ладно. Есть два, значит, способа. Или на две минуты их действительно в кипящую воду. Либо обливают, извиняюсь за слово, кипятком. Прямо несколько минут мы их там вот так вот... И как мы нарезаем это? Тоже, да? Вот так? Вот так вот и дольками. Как бог на душу. Шинкуем, короче. Но не очень мелко все-таки. Не очень мелко, чтобы они там у нас... Хотя даже еще один есть. Вот я тебе уже вначале сказал, да, что в разных кухнях есть это блюдо. Но в некоторых, в отдельно взятых странах, их чуть ли даже вот совсем не измельчают помидоры, в кашицу в такую превращают. Мы делаем так, как делаешь ты. Ну что? Все. Ничего не соли, ни... Нет, еще лук. Это я вам доверяю. Ну, я так и думал. Более молодым членам киеважа освещаются. Да, я так и думал. Сколько лука? Ну, давай одну. Вот такую, да? Те. Мы на вы или на ты? Я вот в воду. Ну, в кадре... А, нет, подожди, мы же пили вместе песню о любви. Мы не можем на вы. В кадре на ты. А загадок на... Знаете что? На вы. Ну, я на вы. Иван Андреевич. Я на вы. А ты? Слышишь? Тут разошлись наши дороги. Слушай, подожди. Мы нарезаем вот так же, да? Вот так. Ну, вот это зря было сделано. Ну, ничего. Кругляшками. А-а-а. По-французски. Вот эти французы, которые соте называют. Ну, давай вот такими тогда. Ну, давай вот такими, да. Нет, там же все оно, понимаешь. А там, тем более, все уже будет вместе. Ну, давай не продолжай. Давай на каком-то моменте проводим пищу и оставим ее. Пускай она дальше сама там. Согласен. Да. А, картошка ж. Вот. Картошка ж, крошка ж. Сколько? Две больших. Две больших. И три маленьких. Ты знаешь, что тут вот это две, вот такие две большие. Две больших. Ну. Чистим? Чистим. А раньше у нас таких ножей не было. Вот в детстве в Пионерском. А я вот не про Пионерское детство хотел спросить тебя. Я хотел спросить про твою армейскую юность. Когда ты в 24 года уже известным армейским. Он умудрился, да. Умудрился загреметь в армию. Это же чистая правда, да? Это чистая правда, ребята. Причем я хотел бы отдельно сейчас аплодисменты и уважение вызвать Дмитрия Коротяна. Потому что Дмитрий, в отличие от многих своих коллег, служил не в театре Советской Армии. Я служил во внутренних войсках МВД СССР. Значит, я снялся до этого в нескольких фильмах. Один из них назывался фильм «Скорость». Кстати, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде он снимался. «Скорость» я прекрасно помню. Сандра Балок, ты. Да, я и все. Денис Хоппер. Не было там таких, нет. Был Алексей Владимирович Баталов. Вот. Был Всеволод Николаевич Шиловский. Вот. И вот ваш покорный слуга. Ну-ка, аплодируйте. Кто из нас с Баталовым снимался? Да, мне повезло, кстати. Повезло с Баталовым, да. Не знаю, как Баталову со мной повезло. В общем, не важно. Дело в том, что в этой картине главным консультантом был космонавт Гречка. Был у нас? Был. А в то же самое время главным по армии был тоже Гречка. Маршал, по-моему, Гречка. Ну, собственно, дело в том, что космонавт был не военным. Но, тем не менее, он позвонил в театр советской армии для того, чтобы протежировать меня, поддержать и помочь туда, значит, устроиться. Все же служили, да? Я правильно понимаю? Многие служили. Меньшиков, да? Многие, многие. Многие. И я пришел туда после его звонка в кабинет к директору и главному режиссеру этого театра. И они очень как-то так со мной очень вежливые, а очень осторожно начали вести беседу. И в результате я понял, почему. Они, наконец, задали этот саграментальный вопрос. А вы не подскажете? Вот вы же от Гречка. Я говорю, да, от Гречка. А вы не подскажете, все-таки, какое это Гречка? Это вот какой? И говорю, ну это космонавт Гречка. Вон отсюда, да? Да, идите, у нас творческий консуль, на три года вперед все. Серьезно? Абсолютно. А как же, подожди, ну ты известный артист, тебя узнают на улице. Как это? Не важно, да? Вот скажи мне, пожалуйста. Организированная пожарная охрана, я главное не сказал. Ты понимаешь, что я пожарный, я рядовой пожарный. Я так и думал. У меня воинская специальность, рядовой пожарный. Серьезно? То есть это прямо такая серьезная, суровая школа жизни была? Мне 24 года, Иван, ну конечно, как ты думаешь? Это испытание не для славонирных. Когда у тебя же ребенок, когда ты знаменитый, можешь сказать. Кстати, у тебя же... Популярен. И тебя печатают на обложках журналов, и ты идешь служить в армии. На самом деле полезно, как в двух звездах, то же самое примерно. Ощущения те же. Значит, я хотел бы вот что сделать. Я бы хотел поставить вот это на плиту. Давай поставим, потом поговорим, да? А как она поджигается? Давай, мы вот это... Так. И вот это мы все ставим. Я правильно понимаю, что никаких приправ, ничего? Тоже есть несколько способов. Один из них без ничего, другой водичкой залить чуть-чуть, третий добавить масло растительное или оливковое. Говори как. Тебе какое больше нравится? Оливковое? В этом будет оливковое. Оливковое дороже. Я поэтому... А в Узбекистане еще хлопковое масло. Вот я, кстати, по поводу Узбекистана тоже бы хотел бы вас рассказать. Давай поговорим с тобой сейчас об этом. Ну, серьезно, они многие-то знают. Между прочим, давайте-ка мы познаем Узбекистан с тем, что вот такой вот гражданин, родившийся в этой замечательной стране, представляет эту страну в двух звездах. Я предлагаю сделать еще следующее. Я предлагаю сейчас накрыть эту крышку. Крышка обязательно. Вот она. Дорогие друзья, прямо сейчас я объявляю о том, что у нас небольшой педагог. Дмитрий Харатьян остается на кухне. Дима, следи за готовящимися овощами, друзья. Смотрите нас сразу же после того, как закончится рекламная пауза, и вы узнаете, что хлопок в переводе с узбекского означает «жидкие аплодисменты». Гардемарины, дурна ли жизнь или хороша, единый парус и душа, единый парус и душа, сатэ из баклажан съедим мы. Дорогие друзья, с вами на первом канале у нас в гостях Дмитрий Харатьян, человек, который чаще всего исполнял на песне. Так, мы пока, знаете, суть доделаем. Сейчас с Дмитрием сделаем еще два, или сколько? Ну давай, один, два, сколько? Мы салатики даже сделаем, быстренько. Вот смотри, у нас есть прямо для салатиков такие плошечки. Вот я предлагаю взять тебе досочку, мне досочку. Ты делаешь салат яблоко, морковка, а, на терке, на терке, да, ты будешь это делать, или как? Ну давай, можно на терке быстрее получится. Так, а я, с твоего позволения, Дим, сделаю салат, который я очень и очень люблю. Вызывается, называется... Скажи, пожалуйста, а сельдерей есть у тебя? Сельдерей в твоей... Сельдерей, а посмотри в холодильнике. В общем, вообще, я предпочитаю вот это все делать руками. Это такой приятный... Ах, шашки на голову. Ничего себе шашки на голову. Дим, ну вот ты сказал шашки на голову, а опять я представил тебя. Опять я тебя представил в каком-то костюме со шпагой. Хотел у тебя вот что спросить. Давай. На экраны недавно вышел, и с экранов недавно ушел. И скоро на экраны к вам придет. И скоро придет на экраны телевидения, да, уже. Фильм, который называется «Возвращение мушкетеров». Наконец-то они вернулись. Наконец-то они вернулись. «Возвращение мушкетеров» или... Или... Сокровище кардинала Мазарини. Значит, я сыграл в этом фильме... Вообще, это история про детей мушкетеров. Начнем с этого, да? Это мы знаем. Значит, мушкетеры почили, шли в мир иной. Но их дети остались здесь, в этом мире. Ленька, Колька, Валерка. Ну, все наши ребята, все. И Яшка. Дети-мушкетеры проходят путь, так похожий на путь самих их отцов. Так. Ну вот. И для тех, кто не видел, я сейчас рассказываю, я не хочу все. Нет, ты не рассказывай все. Мне просто интересно узнать о твоем впечатлении. Потому что, наконец-то, история и наши любимые герои вернулись. Я расскажу, спросить тебя я хочу о том, что для тебя тот самый первый фильм мушкетеры. И вот ты... Мое отношение к первым мушкетерам, ну, это культовый фильм, конечно, я его люблю и помню, и песни оттуда пою. И думаю, что, как и весь наш народ, считает этот фильм очень достойным нашего внимания. Дим, расскажи, в общем, сейчас, сейчас вот возвращение такой мушкетеров и возвращение Дмитрия Харадьяна в роли исторического персонажа, в образе. Ты доволен и рад тому, что произойдет? Я знаешь, чем доволен? Во-первых, я доволен тем, что я исполнил королевский рэп. Я никогда в жизни не пел рэп, даже в двух звездах еще пока не удалось мне это сделать. Ну, подожди, это только начало. Думаешь? Быть королем, ну что за ремесло? С народом, как всегда, не повезло. Бездельный, глупый, темен. Придворный, пройдохин, каждый плут. Чуть отвернешься, лувр бить унесут. Останусь нищ без доме. Одиноко, одиноко, как же одиноко. Год за годом день, за днем. Хоть прекрасно, но опасно. Править слишком долго. Быть опасно королем. Второе. Быть опасно королем вместе. Быть опасно королем, королем. Что удивительно, друзья, давайте поаплодируем. Движа. Дуэт, рождение дуэта. Второе рождение. Что мне нравится в рэпе, это абсолютно неслимение мелодии. А нет мелодии, ее нет в рэпе. Речитативно. Так, ну что, дорогой. Сколько ты так научил резать? Вот меня научило так резать жизнь. Вот теперь посмотрите, пожалуйста. Дорогой Дмитрий, что я хочу вам предложить. Вот такой веселый, весенний прям руками салатик. Может быть даже укропчик. Вы что с ним делаете? Укропчик нужен мне вот в этот салат. А туда нам нужна кинза в огромном количестве. Ты знаешь, туда нужно орегано, кинза, укроп, базилик. Укроп тоже, да? Я тогда сейчас... Петруччо. И вообще все, что есть... Давай тогда нарезать. Не испортите. Ну что же. Что же, ну? Ну, смотри. Посмотри сюда. Ты посмотри вот сюда. Посмотри какой. Ну это ты придумал. Это не мой рецепт. Нет, это не твой рецепт. Но все очень просто. Мелкими корейскими порезанная редиска и мелкими корейскими порезанная гурец с укропом, да с маслом, да с солью. Ага. У меня, конечно, не так красиво получилось, зато очень вкусно, я надеюсь. Не просто, почему не красиво? А здесь мелко натертые яблочко, сельдерейчик, морковочка и кедровые орешки очищенные положено. Но не жареные. Но не жареные. И вообще, можно этот салат ничем не заправлять. А можно чуть-чуть масла, чтобы как на салазочках все это. Мне кажется, хватит с этим, пора заканчивать. Выключаем. Да? Чеснок я готов дать, только куда его давить, я не знаю пока. Вот туда. Прямо сразу что-то туда давить? Прямо сейчас что-ли? Конечно. Вдруг мы. Извините, я это сделаю сейчас. Давай. Но мы сейчас будем все это перемешивать. Конечно. Ну что? Там сколько водится. Это не водится, это сок. Давай. Овощи дали сок. Потрясающе. Спокойно. Давай, давай, давай. Так. И вот это вот сюда. И вот это вот сюда. Туажа. И вот это все сюда. И теперь вот это. Это оставить не надо. Мы берем и перемешиваем, да, Дим? Красота. Но это какой-то, знаешь, кашове получилось даже. Даже не кашове, как называется, почти шурпа овощная. Да. То есть это все-таки первое и второе блюдо у нас. Да. Да? Очень много сока. Пахнет вкусно. А это главное, да? Да. Рассказываем, как мы готовили то блюдо, которое на разных языках называется по-разному. В общем, овощное рагу от Дмитрия Харатьяна. Порезанные достаточно крупными кусочками баклажан, цукини и кабачок мы специально очень хорошо, густо посолили, оставили на 15 минут, чтобы ушла горечь. Потом соль эту смыли водой и положили на дно кастрюли. Сверху мы положили слой болгарского перца, порезанного также. Сверху мы положили слой помидоров, которые мы отбланшировали и сняли с них кожу и порезали также. Сверху мы положили картофель и лук. Вот так. И после этого закрыли и поставили на медленный огонь вариться до готовности. Потом мы добавили в уже приготовившееся блюдо, добавили огромное количество разных всякой зелени и чеснока. И сейчас мы туда... Сейчас специи, специи. Вот хорошо бы хмели сумели. Ты любишь соленую сельную? Я не ваше. Не надо никакой соли. Вообще не ваше. Я тебе клянусь. Наконец-то мы переходим к самому главному. Позвольте мне попросить вас поаплодироваться. Мы с Дмитрием начинаем пробовать то, что вы приготовили. Итак. Витамин. Здоровье. Уверенность. Так. Этот салат. Угу. Угу. И... 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 Сол... Да. Как же это у вас вкусно получилось, дорогой Дмитрий. У нас с вами. Иван, что бы я без вас делал? Ммм. И горячо, и так, прям питательно. И в то же время очень легко. Ты знаешь, мне даже нравится, что это получилось немножко жидковато. Они вот, знаешь, обычно он такой плотненький. Да. Без... Без вот этого супчика. А здесь и первый, и второй в одном. Друзья, Дима, от нашего спонсора. Корзина ароматного, душистого, цейлонского чая Акбар. Чай Акбар неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Пожалуйста. Спасибо. Это еще не все, Дмитрий. Всемирно известный производитель подсуды. Компания Таповер дарит инновационные изделия, чаша и кувшин из коллекции Аллегро. И кастрюлю от шефа из новометаллического каталога. Готовить с Таповер это просто увлекательно и выгодно. Дорогие друзья, Дмитрий Харатьян сегодня с мафи. Дима, не буду я это сейчас. Я доем это вместе с тобой, когда мы будем делить твои подарки. Я буду получать откат. А у нас, друзья, сейчас короткая пауза на одну неделю, после которой мы вернемся и узнаете, что пили на приеме у датского короля, вернувшись с которого, Ганс Кристиан Андерсон написал. А король-то голый!